Наступательно и поступательно во всех направлениях. Именно так Владимир Путин охарактеризовал развитие стратегического сотрудничества России и Вьетнама. Сегодня президент встретился с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама Гуэн Фу Чонгом, для которого Россия и Советский Союз совсем не чужие. Его биографии «Аспирантура в Москве. Академия общественных наук при ЦК КПСС» из Сочи. Андрей Григорьев. Встреча на пороге президентской резиденции не первая и, очевидно, не последняя. Всеобъемлющее стратегическое партнёрство так и в России и во Вьетнаме характеризует отношения между странами. Дипломатическим связям почти 70 лет. Отношения между Россией и Вьетнамом развиваются наступательно. И поступательно, и наступательно. По всем направлениям. Мы довольны тем, как складывается межгосударственная связь. Мы по праву можем считать эти отношения отношениями стратегического партнёрства. Я очень рад встретиться с вами, уважаемый товарищ Путин. В 2020 году наши страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Россией. И цель нашего нынешнего визита – дальнейшее укрепление и углубление сотрудничества между нашими странами. Товарищ Нгуен Фучонг, патриарх азиатской политики, аспирантуру окончил в Москве. С 1981 по 1983 учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Российское образование до сих пор для вьетнамцев самое престижное. 6 тысяч студентов ежегодно в обратную сторону, во Вьетнам, летят российские туристы. По полмиллиона человек за сезон. Пальмы, магнолия, кипарис, растительный мир Сочи не сильно отличается от вьетнамского. Российский курорт с ханоем в одном климатическом поясе, субтропическом. Но туристический потенциал далеко не единственное, что наши страны связывает. Совместная компания Вьетсов Петра, добывающая углеводороды на шельфе Южно-Китайского моря, существует с 1981 года. Месторождение «Белый тигр» и «Дракон» дали уже больше 230 миллионов тонн нефти. Треть всей валютной выручки Вьетнама. Наши компании занимаются также переработкой нефти, планируют поставки в Вьетнам сжиженного природного газа, производство и реализацию газомоторного топлива, создание соответствующей инфраструктуры. Российские предприятия заинтересованы в подключении к модернизации электроэнергетических объектов, возведенных еще во Вьетнаме при содействии СССР, а также сооружении новых электростанций. Подписывают новый пакет соглашения взаимодействий. 12 документов, касающиеся всех отраслей, от здравоохранения до культуры. Будем углублять двусторонние политические связи и повышать эффективность сотрудничества во всех сферах в торгово-экономической, инвестиционной, обороне и военно-технического сотрудничества. Вьетнам — крупный покупатель российского оружия. Два больших контракта на партию российских истребителей Су-30МК-2 и шести подводных лодок проектов «Варшавянка» на общую сумму в 3 миллиарда долларов. Расчеты между Россией и Вьетнамом, впрочем, предлагается впредь ввести в национальных валютах. Уже несколько миллиардов долларов как вложено Россией во вьетнамскую экономику, так и Вьетнамом в Россию. Вьетнамская делегация после Сочи собирается посетить еще и Калугу. Там открывается совместное фермерское хозяйство. Надеюсь, что вам комфортно. Спасибо большое. Андрей Григорьев, Илья Баев, Сергей Довгаль, Сергей Елисеев, Андрей Бараухин, Сергей Завидов. Вести Сочи.